Приветствую друзья! В вопросах тюнинга мобильных ЦАПов существует несколько взаимоисключающих направлений. Кто-то готовит звук со слегка избыточным весом и явным таким уклоном в мелодику, кто-то стремится сделать его предельно техничным, четким и максимально напористым, а кто-то, отринув все, старается следовать классическим уже канонам студийного качества. Вот именно в таком ключе и настроен герой нашего сегодняшнего обзора – HIDIS S9 PRO+. Базируется который на всем уже хорошо знакомом чипе ESS ES9038Q2M, имеет две кнопки громкости, возможность быстрого переключения цифровых фильтров, внушительную выходную мощность, а также поддержку для PCM и DSD самого высокого качества. Очень любопытное на мой взгляд устройство, о нем сегодня и говорим. Собственно, поехали. Пришел аппарат в небольшой пластиковой коробке с картонной супер обложкой, где нам изобразили непосредственно сам ЦАП, несколько эмблем сертификации, а также подробный список его технических характеристик. В комплект нам положили макулатуру, две наклейки Hi-Res Audio, переходник с Type-C на стандартный USB разъем и самый простой USB кабель, что я только видел у подобного класса устройств. По качеству он конечно неплохой, но почти не гнется и в использовании совершенно неудобен. Такой лучше заменить на что-то более гибкое и податливое. Из начинки здесь установлен весьма неплохой чип конвертера ES9038Q2M с полностью балансной обвязкой и выходной мощностью равной 138 и 180 мВт на 32 Ома нагрузки. То есть раскрыть аппарат сможет практически все внутриканальные и львиную долю тугих полноразмерных наушников. По форматам же тут предельные 32 бита 768 кГц для PCM и нативный DSD 512. Лучше как говорится еще не придумали. Корпус у ЦАПа небольшой на металлической шасси с прикрытой стеклом с задней и передней частью. Сзади это скорее изыск, а спереди под логотипом находится многофункциональный светодиод, который в обычном режиме показывает качество активного аудиопотока, а при нажатии сразу двух кнопок сигнализирует какой в настоящий момент выбран фильтр. Всего таковых семь штук и как наиболее интересные я бы отметил белый и зеленый. Сбоку, что полностью логично, размещены две механические кнопки, отвечающие за регулировку системной громкости. Они слегка дребезжат, но дают уверенный такой четкий клик, случайно их точно не нажмешь. По торцам же расположен знакомый всем Type-C вход и два выхода. Балансный пентакон на 4,4 мм и обычный симметричный джек на 3,5 мм. При работе аппарат почти не нагревается, никакого шума в паузах не дает, ну и гарнитура привычно уже не поддерживается. ES9038Q2M это чистой воды ЦАП без АЦП блока. С потреблением же тут все не так гладко. На 5 вольт приходится целых сто тридцать пять тысячных ампера. Для его мощности соглашусь это еще приемлемо. Тут целых сто восемьдесят милливатт. Но вообще говоря конечно уже на грани разумного. Драйверы для нашего устройства можно скачать с официального сайта и там же я нашел последнее обновление его прошивки. ASIO поддерживается, но интерфейс для него конечно очень базовый. Хотя задержку выбрать можно, как и максимальную битность передаваемого сигнала. А вот своего приложения у компании HIDIS до сих пор к сожалению нет. На смартфонах и планшетах ЦАП естественно тоже работает. Причем в том числе и через высококачественный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня громкости. Измерения как и всегда я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц на ЦП Иванда Космос с балансного и обычного выходов. Причем результаты на них оказались примерно одинаковые за исключением конечно же взаимопроникновения каналов. На балансном выходе оно составляет минус 118,7 дБ, а на трех с половиной миллиметровом минус 75,6 дБ. В любом случае это прекрасные результаты и тут даже разговаривать не о чем. А вот на THD Plus N производитель как говорится немного слукавил. Моя аппаратура вполне способна показать заявленный 0,080%. Но на обоих выходов здесь ровно одна тысячная процента. Чему на графиках соответствуют минус 106 и минус 109 дБ для гармонических и интермодуляционных искажений соответственно. С линейностью АЧХ, уровнем шума и динамическим диапазоном тут как видите полный порядок. Немного конечно значения были преувеличены, но в целом все очень хорошо. Не рекордсмен конечно, но с технической точки зрения, как говорится, добротно сделанный аппарат. По подаче же это действительно впечатляющее по уровню и скоростным характеристикам звучания. Почти без окраса предельно сбалансированная в плане распределения частот и с ощутимым таким весом у всех без исключения тембров. На слух мне это очень напомнило студийное оборудование среднего или даже высокого класса. В сравнении, например, с САПом Moondrop Dawn Prom последние очевидно ярче и заметно сочнее героя обзора. То есть при схожем достаточно техничном характере Moondrop свои решения немного, но красит. В то время как HIDIS показывает просто эталонную мониторность и повсеместную слаженность. Решения от Shanling на примере U-A1 Plus и U-A2 Pro гораздо мелодичнее. В акустическом смысле жирнее и с еще более выраженным аналоговым окрасом. Оттого, если Dawn Pro еще может хоть как-то соотноситься с S9 Pro Plus, то Shanling или те же Hybe придерживаются совершенно иной концепции в построении музыкального паттерна. Muse Hi-Fi M32, пожалуй, тоже мог бы попробовать хоть что-нибудь противопоставить, но явное смещение баланса в светлую сторону буквально сводит на нет все его весьма немалые достижения. Все-таки баланс это основа качественного звучания, а у M32 с ним очевидные проблемы. Чуть получше дела у новенького Muse Hi-Fi M4, но там свои иные спорные моменты. Звучание получилось слишком уж тонким, есть легкий уклон в темноту и как-то странно работающий усилительный блок. До конца я с ним еще не разобрался, но из коробки M4 серьезно так уступает S9 Pro Plus. Следовательно, если вы осознанно ищете что-то нейтральное, максимально корректное и раскрывающее даже в миру тугие планарные наушники, лучше решения при схожих габаритах я лично придумать не могу. Из остальных достоинств я бы выделил просто превосходную четкость, хорошую прорисовку нюансов, естественную такую непринужденную атмосферу, акустически точный тембральный объем, глубину и прямо достойную выразительность. Прозрачность как таковая здесь вроде и есть, но до уровня Dawn Pro она очевидно не дотягивает, так что тут смотря с чем сравнивать. Зато звучание не разваливается на гранулы, а вполне корректно рисует каждый из музыкальных образов, наделяя его свойственной конкретной ему мелодикой, окрасом и эмоциональной составляющей. То есть вообще без какой-либо отсебятины. Неплохо здесь и с разборчивостью, динамикой, а также разделением инструментов. Да, не настолько прямо таки дотошно и залихватски эффектно, как у Dawn Pro, но где-то уже близко. Скажу другое. За счет своей чуть более выраженной массы герои обзора звучат намного взрослее этого самого Moondrop и в данном смысле значительно его превосходят. По своему же характеру S9 Pro Plus скорее сдержанный, собранный и побуждающий нас не пуститься в пляс, а сесть и внимательно вслушиваться в свою любимую музыку, подмечая нюансы, оттенки и особенности ее мелодической гармонии. Думаю, именно по этой причине для HIDIS вообще нет ограничений в плане стилистики. Слушайте хоть блюз с миссисипи или тяжелый рок, хоть металл с симфоническим оркестром. Причем ЦАП вполне корректно передаст и пространство сцены в глубину и позиционирование каждого из участвующих там инструментов. Разбирая по частотам, бас здесь глубокий, динамичный, хорошо проработанный. Серединка массивная, без какого-либо явно выраженного окраса, но прекрасно прорисованная. С задатками серьезного такого взрослого звучания. К верхам у меня тоже никаких вопросов нет. Они в миру чистые, разборчивые, с приятным слуховесом и легкой аналоговой теплотой. Звучит все это действительно корректно и настолько мониторно, насколько это вообще можно себе представить в подобном форм-факторе. Причем не пресно, скучно, примитивно, как это часто бывает у недорогих профессиональных аудиоинтерфейсов, а по-настоящему ровно, технично, с хорошей динамикой и неплохо так переданной мелодичностью. Да, это не уровень стационарной связки из SMSL DO300 и HO200, но тоже прямо таки достойно. Даже я, в основном предпочитая что-то более эмоциональное, насыщенное и веселое, с превеликим удовольствием переслушал тут все свои любимые композиции, местами подмечая, что нейтральности тоже очень к лицу. В общем, отличный ЦАП, с какой стороны на него не посмотри. Итогом, мобильный ЦАП HIDIS S9 Pro Plus солидно смотрится, неплохо так с аппетитом кушает, зато почти ничего не весит. На каждом из выходов показывает высокого класса измерения, имеет возможность, так сказать, пощелкать фильтрами, а на выходе выдает 138 или 180 мВт мощности в зависимости от разъема, чего с запасом хватит не только для внутриканалок, но и для в миру тугих полноразмерных наушников. Звучит же он по студийному нейтрально, собрано с просто превосходным балансом частот, хорошо прослеживающейся мелодикой, выразительностью и явно ощутимой акустической массой, которая собственно и приближает его по характеру к серьезным таким стационарным девайсам. По стилистике универсально, по подаче скорее мониторно, но без сухости, пресности и других атрибутов откровенно бюджетного звука. Для своего форм-фактора это действительно очень крутое решение. Ценителям студийного звучания обязательно стоит присмотреться. А на этом, друзья, у меня все. Это был мобильный ЦАП HIDIS S9 Pro+. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра! Субтитры создавал DimaTorzok